МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы приведем на заводы большое количество старшеклассников, чтобы они своими глазами увидели, что работать на предприятии, работать рабочим, это не страшно, это не престижно. Успешный дебют. Солнечногорские кулинары заявили о себе на областном чемпионате. Все здорово. Не зря мы старались, не зря трудились, не спали. Ну, в общем-то, мы очень рады. Новая распродажа. На этот раз Дарвин предлагает кладовые и предупреждает, главное, правильные посадить. Растения, высаженные в грунт осенью, лучше приживаются. При посадке нужно применить осенние удобрения. Теперь об этих и других событиях более подробно. Солнечногорский электромеханический завод – предприятие с почти вековой историей. Накануне СЭМС с рабочей поездкой посетил глава района Александр Якунин. Поездка главы района Александра Якунина на Солнечногорский электромеханический завод проходила в рамках работы Совета директоров Солнечногория. Мы посетили в предприятии, поговорили о проблемах предприятия, о будущем предприятии. Конечно, это предприятие очень огромное будущее, и мы должны, мы живем на одной территории, работаем, и должны с друг другом взаимодействовать и друг другу помогать. СЭМС специализируется на производстве станций спутниковой связи, средств обеспечения безопасности государства. Также завод тесно сотрудничает с Росгидрометеоцентром, производит аэрологические радиолокаторы, которые отслеживают изменения погодных условий по всей стране. На заводе работают уникальные специалисты, труд которых, кстати, хорошо оплачивается. На данный момент фрезеровщики ЧПУ, люди могут зарабатывать и 60, и 70 тысяч. Регулировщики, это очень высококвалифицированные специалисты, до 100 тысяч они могут зарабатывать. В итоге встречи главы района с руководством СЭМСа были достигнуты договоренности, в том числе и в обеспечении завода кадрами. На данный момент администрация Солнечногория разрабатывает муниципальную программу, цель которой – повысить имидж рабочих профессий. Мы приведем на заводы большое количество старшеклассников, чтобы они своими глазами увидели, что работать на предприятии, работать рабочим – это не страшно, это не непрестижно, и как бы еще можно хорошо заработать. То есть, кроме того, мы готовим совместно с руководителем предприятия, и вот сегодня нам директор нас заверил, что он готов более 10 наших школьников, которые хотят поступить в этом году в институты, оплатить им образование с условием того, что… и заключить с ними контракт с условием того, что они потом возвращаться на работу сюда. Татьяна Баур, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». 18 сентября на расширенной планерке в районной администрации были рассмотрены вопросы формирования бюджета района, проблемы очередей в детских садах и упразднения второй смены в школах, долги по аренде. Также было представлено новое средство борьбы с нарушителями правил парковки автотранспортных средств. В совещании приняли участие заместители главы района, руководители структурных подразделений администрации, главы муниципальных образований, депутаты районного совета депутатов и члены районной общественной палаты. В этом году наблюдается снижение доходной части районного бюджета. Это связано с рядом объективных причин. В частности, со снижением платежей по НДФЛ и закрытием полигона твердых бытовых отходов в Хметьево. За негативное воздействие свалки на экологию район получал порядка 130 миллионов рублей в год. Бюджет снижения муниципального района за 8 месяцев текущего года по доходам исполнен в сумме 1 миллиард 762 миллиона 500 тысяч рублей, или на 52%. Бюджет 2015 года будет формироваться с учетом новых требований на 95% по программному принципу. Каждая программа рассчитана на 3-4 года и включает в себя ряд мероприятий для решения тех или иных задач. Для жителей района это будет понятно, потому что по программе мы всегда можем сказать, что сегодня у вас сделается, если взять дороги, сегодня сделается одна дорога, завтра другая, в 2015 году сделается вот это, в 2016 году вот это. Конечно, картинка вся, она будет понятная. За последние два года в районе увеличилась сумма долга по арендной плате со 137 до 524 миллионов рублей. В планах комитета по управлению имуществом взыскание долгов через судебные органы, выявление всех должников и восстановление электронной базы всех арендаторов. Самая крупная задолженность имеется в трех поселениях – Солнечногорск, Андреевка и Смирновская. Две трети долга. В каждом из поселений свыше 100 миллионов рублей. Не хватает в районе и детских образовательных учреждений, особенно в поселках Андреевка, Голубое и Солнечногорске. Для решения этой проблемы будут использоваться группы временного содержания. В собственности района переводятся здания бывших детских садов, которые использовались не по назначению. На данный момент в районе более 10 тысяч детей, из которых почти 6 тысяч, ходят в 34 детских сада. Каждый год нужно обязательно принимать для себя, что порядка 150-120 деток рождаются и встают на очередь. То есть это те перспективы, с которыми нужно подходить к строительству и к планированию ваших территорий, к застройке, которую вы планируете. Со вчерашнего дня в районе начала действовать новая технология контроля соблюдения правил парковки автотранспорта. Нарушение будет фиксировать специальный видеомодуль, установленный на патрульном автомобиле. Полученные данные будут обработаны и вместе с квитанцией на штраф, предъявленный владельцу автомобиля. Я хочу доложить, Александр Александрович, что в настоящее время не поступает значительное количество звонков от жителей, в частности, касающихся нарушения правил парковки на газонах и на дневных сделках в непосредственной близости от дневных сделок детских площадок. Также на совещании были подведены предварительные итоги прошедших выборов, обсуждена будущая работа недавно созданного районного совета директоров промышленных предприятий и другие вопросы. Юлия Беспалько, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». В Солнечногории приступили к созданию туристических маршрутов и зон отдыха. Об этом стало известно на заседании членов районного координационного совета по развитию туристического и гостиничного бизнеса. Встреча состояла 17 сентября на территории пансионата «Морозовка-Газпром». Совет создали недавно при районной администрации. Он призван представлять интересы местного профильного бизнеса. На заседании координационного совета по развитию туристического и гостиничного бизнеса в Солнечногории присутствовали представители районной власти, местных гостиничных и туристических организаций и Министерство культуры Московской области. Присутствующим сообщили, такие встречи будут проходить раз в три месяца. Председателя координационного совета будут избирать на один год. Представитель регионального Минкультуры рассказала о работе областного правительства по развитию туризма в Подмосковье. Министерство культуры Московской области разработало программу «Культура Подмосковья» на период 5 лет с 2014 по 2018 год. В программе развития туризма Московской области предусмотрены мероприятия по развитию туризма. Преследует выполнение трех задач, как по развитию рынка туристических услуг, развитие внутреннего визного туризма на территории Московской области, также продвижение туристского продукта Подмосковья на мировом и внутренних туристических рынках и, в частности, развитие туристской инфраструктуры. Конкретно в Солнечногорском районе уже создаются туристические маршруты. Планируется развитие зоны отдыха, прилегающей к озеру Сенеж. Первая точка – это будет городской парк. Здесь мы хотим сделать место под хороший пляж, хорошую охранную зону для семейного отдыха, там должен быть ресторан и так далее. Инфраструктура зоны отдыха будет неполной без гостиницы, считают члены Координационного совета. Глава района предложил представителям бизнеса поучаствовать в реализации этого проекта. Когда человек приезжает, понимает, есть где отдохнуть, есть что покушать. Понятно, что это должно быть и для простых жителей, и для среднего класса, и для бизнес-вип. Что-то все-таки должно быть. То есть сделать некую такую территорию отдыха. На заседании обсуждались и другие вопросы. Оксана Федяшина, Екатерина Фокичева, Владимир Киселев. Солнечногорское телевидение. Информационная программа «Наше время». Жители Солнечногории и главу района Александра Якунина благодарит президент Всемирного благотворительного фонда «Авиация детям», заслуженный летчик-испытатель СССР, летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза Игорь Петрович Волк. Повод – содействие фонду в формировании гуманитарной миссии жителям Донецкой и Луганской республик в связи с обострением гуманитарной ситуации на юго-востоке Украины. В тексте благодарственного письма, в частности, говорится. Уважаемый Александр Владимирович, мы с вами в период с июня по август 2014 года доставили братскому славянскому народу в города Славянск, Краматорск, Донецк и Луганск около 45 тонн гуманитарного груза, продуктов питания, медикаментов и одежды. Выражаем вам свое уважение и передаем глубокую признательность от администраций Донецкой и Луганской народных республик и благодарность жителей региона за поддержку, неравнодушное отношение к гуманитарным аспектам российско-украинских отношений. С пожеланиями мира и добра президент фонда авиации детям, заслуженный летчик-испытатель СССР, летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза Игорь Волк. 22 сентября – Всемирный день без автомобиля. По этому поводу районная администрация готовит акцию, в рамках которой в городе и районе планируются беседы со школьниками по проблемам экологии и загрязнения воздуха в городах, в том числе связанным с избыточным количеством автомобильного транспорта. Совещание с руководителями предприятия, осуществляющих перевозку пассажиров по вопросу улучшения качества транспортного обслуживания на маршрутах. Также районная администрация готовит предложения по обеспечению развития общественного транспорта, повышению пропускной способности уличной дорожной сети населенных пунктов Солнечногория. Ну а во Всемирный день без автомобиля, 22 сентября, районные власти предлагают автомобилистам отказаться от использования личных транспортных средств в пользу общественного транспорта, велосипедов и пеших прогулок. И мы продолжаем. 17 сентября вновь избранный Совет депутатов городского поселения Ржавки избрал из своего состава главу поселения. Кроме этого, депутаты утвердили новую должность в структуре местной власти. На голосование по выборам главы городского поселения Ржавки депутаты выдвинули всего лишь одну кандидатуру, которую единогласно поддержали. Итак, главой поселения уже в третий раз стала Любовь Игнатова. Жители не хотят чужих, хотят только своих. У нас, в общем-то, я сама житель, местный житель городского поселения Ржавки, я коренной житель. У меня мама самая первая пришла на эту землю. Мы буквально две недели назад отмечали 70 лет поселка. Людей волновала у нас ржавая вода, мы сделали чистую воду санкцией. Сейчас, конечно, людей волнует. Это капитальный ремонт. Любовь Игнатова говорит, со всеми проблемами, которые волнуют жители Ржавок, она уже начала разбираться. Недавно в целях безопасности практически во всех дворах поселка установили камеры видеонаблюдения. А на прошедшем заседании депутаты также выдвинули новую должность в структуре местной власти, руководитель администрации. Им стала Ирина Васильева. Я постараюсь оправдать ваше доверие и ваше лице доверие всем жителям. Екатерина Фойкичева, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Солнечногорские предприниматели поборолись за звание лучших на втором чемпионате по кулинарному искусству на Кубах губернатора Подмосковья. Он проходил 17 сентября в Доме правительства Московской области. Организатором соревнования выступило Министерство потребительского рынка и услуг Московской области. Во втором чемпионате по кулинарному искусству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на Кубах губернатора Московской области приняло участие более 200 человек из 30 муниципалитетов Подмосковья. Уверен, что то искусство и те навыки, которые вы продемонстрируете как членам жюри, так и тем людям, которые придут посмотреть, не только впечатлят их, но и вас подвигнут на создание у себя дома таких же кулинарных шедевров. Думаю, что у вас и соревновательная часть будет гораздо интереснее, и творческий настрой. А пусть победит сильнейший. Я это и вам желаю. Свои кулинарные шедевры представили повара-кондитеры предприятий и профессиональные образовательные учреждения Московской области. Каждый участник мог выбрать одну из четырех номинаций. Командные столы «Фуршет», командные столы «Пекарский конкурс», индивидуальные поварские и кондитерские соревнования, в том числе среди юниоров. Главные условия чемпионата – все блюда должны быть сделаны из продуктов отечественного производства. Мероприятие не обошлось и без солнечногорцев. У нас сегодня представлены два участника, два молодых ресторана, скажем так. Это наш ресторан «Кайф» и ресторан «Де Люкс». Они участвуют в двух разных номинациях. Конечно, мы ждем от них победы, только победы. Сегодня мы участвуем в категории номер один. Это команда «Фуршет». Очень интересные довольно-таки закуски. И горячие, и холодные, и виды мяса, рыба и сыр. Также десерт и напиток было по желанию. Но мы воспользовались всем, поэтому представляем абсолютно все. Ресторан «Де Люкс» принял участие в номинации «Основное ресторанное мясное блюдо». У нас в номинации филе рябчика, у нас потом идет филе косули, филе теленка и утинная грудка. Когда мастера приготовили конкурсные блюда, члены жюри чемпионата осмотрели и продегустировали горячие и холодные закуски, выпечку, а также съедобные художественные изделия. Мы отнеслись к каждому участнику с большой любовью и с пониманием, потому что мы были всегда на вашем месте. Естественно, будут слезы. Я всегда переживаю за тех, кто немножко не дотянул. Но, наверное, надо прийти еще раз и доказать, что вы можете. В число победителей вошли и солнечногорцы. Ресторан «Кайф» занял второе место в номинации «Фуршет». А Сергей Алексютенко из ресторана «Де Люк» стал третьим в номинации основной ресторанное мясное блюдо. Все замечательно, все здорово. Не зря мы старались, не зря трудились, не спали. Ну, в общем-то, мы очень рады. Пока серебро. Это для первого раза, я думаю, что очень хорошо. Но будем расти и радовать наш город. Я рад, конечно. Первый раз и третье место. Это очень хорошо. Я считаю, что это мы общими усилиями со своими поварами, ресторан «Де Люкс». Мы вместе все это думали, вместе делали, выполняли все это. Оксана Федяшина, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». А теперь время рубрики «Солнечногорье 85 лет». Эту дату район отметил в конце августа. Сегодня в деревне Шахматова в социально-оздоровительном центре Орлова побывали ученые, участники программы «Деревья. Памятники живой природы». Посещение состоялось в рамках общероссийской программы по выявлению деревьев, представляющих культурную, историческую, эстетическую ценность. Предметом интереса гостей Орлова является местная старая лиственница. С помощью современного оборудования ученые установят возраст уникального дерева, его состояние и дадут рекомендации по его сохранению. О шахматовской лиственнице участникам программы «Деревья. Памятники живой природы» сообщили сотрудники оздоровительного комплекса Орлова. Благодаря своему немалому возрасту и размеру дерево внесено во Всероссийский реестр «Памятники живой природы». Поскольку лиственница – дерево уникальное по своим качествам, у сотрудников комплекса Орлова есть гипотеза. В XVIII веке, в период правления императрицы Анны Иоанновны, был всплеск интереса к лиственнице как к дереву, из которого строили корабли. И в это же время строился Екатерининский канал. Может быть, это все какие-то крупицы единого исторического полотна, которое мы можем расшифровывать сегодня. И может быть, какой-то существовал фантастический план и здесь начать строить корабли, и для этого именно начать выращивать лиственницы. Но для начала надо установить, сколько лет дереву. И если не меньше 300, то гипотеза вполне состоятельна. Лиственница растет на территории бывшего усадебного парка дворян Орловых. До революции у них здесь было богатое поместье. Барский дом был восьмикомнатный деревянный, и в нем был даже телефон, как рассказывают местные жители. Ученые для начала измерили охват дерева. Он составил 544 сантиметра. Затем высоту 37 метров. Установили GPS-координаты. Осмотрели дерево визуально и приступили к более точным измерениям. Немецкий прибор «Резистогров» сверлит ствол тоненьким сверлом, полтора миллиметра толщиной, 45 сантиметров длиной. То есть погружается внутрь ствола, и по плотности до весины мы определяем, есть ли гниль в стволе или нет, и если есть, то процент гнили. Программа позволяет узнать. Такое тонюченькое сверло совсем. Поэтому для дерева это безопасно абсолютно. Благодаря этому анализу удалось установить, что гнили в стволе лиственницы практически нет. В завершении проводились исследования возраста дерева. В ствол дерева ввели тонкий бур, таким образом взяли пробу древесины, благодаря которой с помощью компьютера можно установить возраст лиственницы. Триста точно ему не будет. Увы, это опровергает гипотезу экологов из Орлова. Но главное – дерево здорово. А советы ученых помогут продлить его жизнь на долгие годы. Эта лиственница интересна тем, что она, во-первых, двуствольная. Это нечасто встречается среди таких деревьев. Плюс у нее довольно-таки хороший диаметр. Это почти два метра. Юлия Беспалько, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». В садовом центре Дарвин богатый выбор плодовых деревьев осенней посадки. И самое главное – они продаются по доступным ценам. Подробности в нашем сюжете. В садовом центре Дарвин настала пора выгодных покупок. Яблони, груши и абрикосы продаются по сниженным ценам. Акция распространяется как на обычные сорта яблонь, так и на колоновидные. Причем специалисты садового центра Дарвин утверждают, что яблони с колоновидной формой кроны обладают большей плодовитостью и раньше созревают. Настоящий виноградник на подмосковном дачном участке. Оказывается, это возможно. Представленные в садовом центре Дарвин сорта винограда адаптированы к нашим погодным условиям. Растения, высаженные в грунт осени, лучше приживаются. При посадке нужно применить осенние удобрения. Татьяна Бауэр, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». И это все новости на сегодня. Я с удовольствием передаю слово своей коллеге Екатерине Фукичевой, которая расскажет вам о спортивных событиях. Я же на этом прощаюсь, желаю всего доброго и удачи в наше время. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире рубрика «Спортивное обозрение». Солнечногорский триатлонист Дмитрий Захаров привез очередную медаль с чемпионата России, который проходил в Воронеже с 5 по 7 сентября. Юноша стал призером в своей возрастной категории, 2000-2001 года рождения. Как прошли эти соревнования для спортсмена и многое другое, узнаете из нашего репортажа. Дмитрий уже не в первый раз участвует в чемпионате России. Есть в его коллекции награды высшего достоинства. В этом году у нашего спортсмена серебро. Тоже достойный результат. На чемпионате России Дмитрий преодолевал дистанцию 308,2. 300 метров плавания, 8 километров велогонка и 2 километра бег. «Дистанция хорошая. Все продумано, организация отличная, соревнования. Все на высшем уровне». «Почему проиграл, как думаешь?» «Виновата в том, что я не очень хорошо прохожу транзитку. Где-то какие-то помехи есть, что-то мне мешает, что-то я не могу». Транзитная зона – это площадка перехода с одного этапа на другой. В транзитной зоне стоят велосипеды, кроссовки и вся необходимая экипировка. Своему основному сопернику Захаров проиграл всего пару секунд. Триатлон Дима перешел из плавания 5 лет назад, когда заслуженный тренер России Анатолий Шахматов. Сел спортсмена под свою ответственность. Из трех видов состязаний в триатлоне Дмитрию больше всего нравится плавание и бег. «Плавание и бег – это самые хорошие виды спорта, самые такие, те, которые мне даются больше всего, в которых у меня больше всего получается. Велосипед, тренировки, техника. И тоже все хорошо будет». В свои 14 лет Дима добился значительных успехов в спорте. На его счету множество побед в различных соревнованиях. За этот триатлонист благодарит своих тренеров. «Мне помог на первой части моего спортивного роста Зеленый Евгений Петрович. А завершил, ну, продолжает этот путь. А Шахматов Анатолий Павлович очень много знает, очень много умеет. Чемпион России, чемпион мира, мастер спорта по пятиборью, триатлону, плаванию. Очень хороший человек, сам по себе». В будущем Дима Захаров хочет посвятить свою спортивную карьеру плаванию и поехать на Олимпиаду. Екатерина Пойкичева, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, спортивное обозрение. Для инвалидов увлечение спортом – это не только реабилитация, но еще и возможность самореализации в жизни. Благодаря физкультурно-спортивным организациям у инвалидов, у людей с ограниченными возможностями здоровья, появился второй шанс заниматься различными видами спорта и принимать участие в соревнованиях. В минувшую субботу, 13 сентября, в стенах ФОКа в Малино состоялась девятая традиционная зеленоградская пара «Спартакяда» для инвалидов всех категорий. Ежегодно пара «Спартакяда» собирает большое количество участников из Москвы и Подмосковья. Этот год не стал исключением. В соревнованиях приняло участие более 200 человек. Не остались в стороне и солнечногорские спортсмены из клуба инвалидов «Спарта». Участники соревнований смогли проявить себя в таких видах спорта, как дартс, пауэрлифтинг, гиревой спорт, настольный теннис, бросок в кольцо, бег на 100 метров и другие. В результате спартанцы смогли ввести с собой 11 медалей, завоеванных в различных видах спорта. Золото пара «Спартакяда» досталось нашему земляку Денису Литвинову в забеге на 100 метров. А Николай Садиков, помимо первого места в бросках в кольцо, получил серебряную награду в соревнованиях по дартсу. Серебро в бросках в кольцо и бронза в дартсе досталось также нашему земляку Павлу Вовчику. Бронзовые медали в нескольких видах спорта завоевали наши земляки. Алла Маркова, Александр Голышев в дартс, Дмитрий Сорокин в пауэрлифтинг и Виктор Ярышев в шар. Пваровский клуб «Контакт» за свои 25 лет воспитал немало достойных мастеров по дзюдо. Воспитанники клуба постоянно завоевывают призовые места в различных соревнованиях. Как живут спортсмены, где тренируются и кто является их наставником, мы увидели собственными глазами. Только в этом году спортсмены из клуба «Контакт» завоевали около 200 наград на соревнованиях различного уровня. Из них 24 раза спортсмены поднимались на высшую ступень пьедестала на международных соревнованиях. И 37 раз были достойны медали высшей пробы на всероссийских соревнованиях. У нас было три международных сбора, и мы объехали 11 стран. Ребята побывали в 11 странах. Как на юношей, так и на девушек. Тренер возлагает большие надежды. В клубе «Контакт» не только самые спортивные девушки, но и самые красивые, считает тренер. Посмотрите на девочек. Они красивые. Белое кимоно, белая одежда, причесанные, красивые. Они выходят на ковер, на них приятно смотреть. Я когда захожу в зал, на соревнованиях идет разминка. Я вот так вот зал отгляду руками, глазами. Я говорю, ну, наши-то самые красивые. У многих джудаистов из «Контакта» огромное количество медалей. Даже можно сбиться со счета. Но для каждого спортсмена есть самые ценные. Это международные турниры, ЦФО, Кубок Европы, Россия. Мы ездили в Афины. Там ездила на первое место. Нас приняли очень рискованно. Понравилось. Было много народу из различных стран. Многие из наших команд заняли призовые места. Ну, в общем, все, понравилось. Парни из «Контакта» тоже имеют множество наград. На первенстве России по самбо был в пятерке. По дзюдо самые такие запоминающиеся. Это командные соревнования в Санкт-Петербурге. Очень сложные соревнования были, но мы там стали первыми. В клубе «Контакт» тренируются дзюдоисты разного возраста. От малышей до взрослых спортсменов. Я с 14 лет пришел в секцию в Москве. И до сих пор занимаюсь вот этими любимыми видами спорта, которые дают мне и тонус жизни, и настроение, и здоровье, и, так сказать, все, что нужно человеку в моем возрасте. Все ребята, которые вышли именно из этого зала, именно из «Контакта», ребята в жизни сложившиеся, в жизни удачные, которые получили высшее образование, которые устроены в жизни, и, самое главное, социально востребованы. Это самое приятное для меня как педагога, как для тренера, для человека, который с этими детьми проводит большую часть своей жизни. На самом деле я с ними нахожусь больше, чем многие родители. За безотказную помощь и поддержку Евгений Гуськов благодарит Комитет по делам молодежи и спорта Солнечногорского района, охранное предприятие «Орден мужества», ферму «АТВ» и всех людей, имеющих отношение к его деятельности. Впереди ребят ждут очередные соревнования. Ближайшее будущее. Наши друзья из Латвии нас зовут провести сбор с ними в Юрмале. Ближайшее будущее у нас планы, ну не знаю, сбудутся, нет, это Варшава. Большой турнир и национальный кубок Варшавы. Питерский турнир международный, «Голотой лист». За свои 25 лет спортивный клуб «Контакт» воспитал множество мастеров, которыми мы вправе гордиться. Мы любим сюда! Екатерина Фокичева, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, спортивное обозрение. А теперь наш анонс. 21 сентября в 11 часов дня на стадионе «Металлург» состоится открытый легкартический кросс «Золотая осень». В 12 часов дня там же пройдет 9-й открытый массовый легкартический забег на призы главы Солнечногорского района «Сенежская миля». Ждем всех желающих. И это все новости спорта на сегодня. И не забывайте, что спорт – это единственное зрелище, финал которого никогда не известен. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова